приветствую зритель и снова я здесь чтобы вещать для вас на тему игр о мега мужике кресте в общем сидел я такой в своей перлоге загибаясь от отдавиши жары и даже не заметил как мой канал внезапно пробил отметку свою первую тысячу подписчиков а кондиционера чтобы охладить свое траханье и нормально отреагировать на это у меня в наличии нету ну да и хрен с ним важно то что я бы хотел поблагодарить вас всех да и тебя в частности дорогой зритель за такой некислый фидбэк на моем канале если бы не вы у меня бы не было такой мощной мотивации продолжать стараться и вещать для вас что-то меня пробрало в общем у нас еще осталось много работы а сегодняшний пациент явно не самая однозначная игра в своей серии из всей 16 битной тройцы игр о похождениях икса третья часть у многих фанатов серии вызывает смешанные чувства и поиграв нее гораздо больше чем в первую и вторую части я кажется тоже понимаю почему и все же мы собрались здесь с вами для того чтобы разобраться в этом вместе и так обо всем как всегда по порядку устраивайтесь поудобнее и узрите третий эпизод мои ретроспективы по серии мега мужик крест приятного просмотра как всегда хотелось бы начать с истории дело в том что прогресс никогда не стоял на месте и на смену 16-битном мастодонтом рынка пришли новые 32-битные машины однако вот незадача но в сарсом вот тупо не успели среагировать на это и чисто по приколу выкатили третью часть франшизы 1 декабря 1995 года в японии на уже устаревший 16-битный супер фумиком поняв что малеха поторопились ребята поспешили исправиться и через несколько месяцев появились первые порты на системы нового уровня таким образом 3x изначально заточенный под 16-бит стал первой игрой серии на новых поколениях консолей однако хочется добавить что в порты тройки я не играл но зато имею хороший опыт прохождения оригинала на 16-бит и знаете хоть я и проходил ее на эмуляторах стоит отметить что оригинальный картридж для снеса сейчас стоит просто космических денег но когда-нибудь он все равно появится моей коллекции муаха у руля по-прежнему стоит и на фуны а потому нас в любом случае ждет нечто интересное сюжет разворачивается соответственно после событий второй части несмотря на усилия икса и охотников война все равно продолжалась пока вдруг не появился один ученый реплоид по фамилии доплер он стал знаменит тем что изобрел нейрокомпьютер способный легко подавлять активность мавориков доплер заявил что готов помочь всем и каждому если конечно все пойдут с ним он основал город допл куда и приглашал жить всех и каждого реплоида его методы были настолько эффективными что казалось и еще чуть-чуть и доплер сможет окончательно уничтожить вирус мавориков и тогда реплоиды смогут войти в новую золотую эру но как известно если что-то плохое может случиться именно она обязательно и произойдет что и случилось с доплером внезапно все маворики которых обезвредила нейросеть доплера вернулись и начали резню из полученных разведданных штаб охотников выяснил что за всем этим как раз таки стоял изначально доктор доплер ситуация накаляется и начальство пришлось одозвать задание двух лучших охотников икса и зеро чтобы те разобрались ситуации но доплер прекрасно осознает на что способны эти двое а в частности икс и потому берет штаб охотников в осаду прибывший икс и зеро возглавляют оборону и начинает контратаку а затем подобно сценарию из фильма ужасов они решают разделиться икс собирается уничтожить тех кто уже пробился в штаб а зеро в свою очередь наводит порядок снаружи пробившись кангару икс обнаруживает охотника по имени маг который почему-то не принимал участие в обороне ах да вот почему собственно если копать глубже одной из главных слабостей икса является его чрезмерная доверчивость и дружелюбие первых частях серии его пару раз предавали и казалось бы что тот поработал над этим и более никогда не допустит такого но об этом когда-нибудь потом так вот маг захватывает икса в плен заявляя что тот представляет особый интерес для доктора доплера что как бы намекает нам что ученый знает про секрет икса но наш герой не один zero успел заметить что его друг в бите и уже спешит на выручку да помните прошлом выпуске я говорил что в этой части zero будет полезным так вот это чистая правда на начальном уровне у него гораздо больший лайф бар а также имеется трехступенчатая заряженная атака состоящий из двух чарт-шотов и одного удара лучевой саблей ближнем бою которая кстати наносит самый большой урон но не волнуйтесь икс его еще догонит ведь главная сила нашего героя это его безграничный потенциал а также заботливо разбросанные по уровням пауэр апы тем не менее zero настигает мака и разносит того подчистую спасая своего лучшего друга икс же такой спасибо zero а теперь мой ход а затем молча разносит самого опасного и крупного из торженцев гигантского маврика по имени маух который является первым боссом этой игры кстати следует отметить что икс вообще является контр пиком любого огромного противника в серии что как бы намекает нам на давида с голиафом ну да ладно в общем после триумфа икса появляется зеро и говорит ухз и из помахались но теперь когда налетчики разбиты можно и почилить немного а их ты не против вот только новая мерзительная восьмерка так не считает и вот таким образом начинается уже третья резня роботов и снова у нас восемь боссов на выбор как всегда какого пойти первым решать только вам но я для себя уже давно подобрал свою собственную последовательность начинаем с blizzard бафала и готовим вазелин потому что эта игра будет просто беспощадно драть вас особенно в самом начале я не шучу количество врагов на уровнях на квадратный метр просто зашкаливает для расположения у них будет ну вот очень очень нечестным и самое паршивое в этой ситуации было то что стоит нам немного отойти и упасть а затем прежде вернуться в прежнее место чтобы обнаружить что все враги которых мы с таким трудом выкуривали снова на своих местах конечно же такая фишка присутствовал и в предыдущих играх но здесь это прям вот совсем несправедливо игра просто порой не оставляет нам шанса выжить кстати говоря но действительно на уровнях можно вызвать zero за которого теперь можно играть и пройти некоторые сложные участки правда следует помнить что нужно быть предельно осторожным и не напороться им на шипы ну или просто потерять все его здоровье его лайф бар конечно большой но не бесконечный если мы потеряем zero то тот отправится к доктору кайна на починку и до самого конца игры нам его не видеть что повлияет на концовку также zero не может проходить через двери мини боссов и боссов а потому когда вы к ним подойдете то x автоматически скажет что дальше он сам и сменит zero а жаль я бы хотел увидеть как zero сражался бы например с битым и байтом а также посмотрел бы на их диалоги но все же радует тот факт что x теперь действительно не один в этом бою и так вернемся к нашим бараном а точнее к быкам уровень blizzard буффало представляет из себя заледеневший намертво город шоссе стоит еще раз отметить что задники в мега мужиках х очень хорошо детализированы и прорываясь по уровню действительно веришь что местный маврик сделал с этим городом очень плохие вещи судя по покореженным и покрытым ледяной коркой небоскребом особенно это впечатлило меня в юности когда я впервые проходил первую трилогию а выбираю я этот уровень первым неспроста дело в том что здесь мы сможем с первого же захода достать жизненно важные апгрейды в виде элемента ног до 3 брони и сап танка чтобы запрыгнуть тайник с капсулы на этом уровне нам понадобится некоторая сноровка но зато сам апгрейд того стоит ноги 3 брони позволяют не только делать мин дэш так еще и ускоряться вверх под шквальным огнем мобов возвращаемся назад и подбирая с помощью этой фишки наш первый сап танк сам blizzard buffalo далеко не самый сложный противник в этой игре а потому его можно победить и с обычным бастером главное помнить что его атаки наносит очень много урона а потому придется рассчитывать на нашу скорость и уворачиваться от его ледяного луча смерти после победы над ним получаем наше первое оружие frost shield не то чтобы слишком полезное однако является слабостью некоторых басов в игре да кстати хотелось бы отметить что я просто обожаю оружие боссов в этой части именно в этой игре по моему мнению она гораздо эффективнее чем во второй части и даже догоняет по кпд непревзойденный шторм торнадо из первой части но frost shield к сожалению для меня не относится к этой категории и так следующий уровень у нас босса toxic seahorse это гидроэлектростанция или дамба воды которой этот засранец знатно травил кислотой кстати в ходе прохождения мы иногда будем натыкаться вот на такие доки которые непонятно для чего нужны но не спешите до этого еще далеко прорываемся через уровень подбираем в ныжке наш первый херд танк наслаждаемся видом гэса на заднем плане блин как же похорошели окрестности города допл при доплере так ладно маврик на этом уровне тот еще мерзавец если в арсенале нет его слабости но у нас она есть а потому будем играть с ним догони меня кирпич а точнее ледяная сосулька когда босс окажется повержен мы получаем еще одно не слишком то полезное оружие exit burst которая в игре тоже пригодится разве что только против двух боссов и вот снова настало время сюжета когда двое мавриков из восьми окажутся повержены в дело вступит сам доктор доплер нам покажут что ученый-то действительно сам оказался мавриком а за его спиной мы увидим никого иного как сигму новое тело которого конструировал доктор да в этот раз я не буду держать интригу с этим потому что даже икс позже догадается что именно сигма за всем этим стоит сам доктор ведет размышления о невероятной силе икса он говорит что даже понятия не имел насколько тот силен и вызывает неких бобу и бибу ой то есть бит и байта а затем поручает этим двум мавриком найти икса и принести его доктору желательно живым но это еще не все вслед за ними появляется некий персонаж в тени которые явно больше всех желает заполучить голову икса диалоговое окно именует его как загадочный маверик и по его силуэту действительно вот даже не догадаешься кто это вот прям вот совсем не догадаешься чисто топ-10 таинственных аниме персонажей этот загадочный маверик начинает катить бочку на доктора что будет поступать как захочет сам на что доктор затыкает его за пояс и грозится лично отправить туда откуда он его достал в любом случае он разрешает этому таинственному маверику действовать по обстоятельствам все это сури для икса большими проблемами ведь на него ну опять началась охота тем временем наш герой отправляется за тоннел рина в какие-то шахты где и сталкивается с первым наемником из кошмарной полиции доктора доплера битом и этот фрукт славится своей высокой скоростью а потому действовать нам придется быстро поскольку эти двое дебилушек гораздо опаснее просто их боссов в этой игре кстати говоря победить наемников можно несколькими способами и это свою очередь скажется на прохождении последних уровней да здесь также присутствует вариативность только вот она теперь гораздо лучше чем в первых частях суть в том что если мы победим бита или байта с помощью обычного бастера то они просто сбегут и еще появится в последних этапах однако если мы используем их элементную слабость коей для биты является оружие frost shield то они просто взорвутся ошеломленный такой силы от какого-то там древнего робота до икса еще не раз будут недооценивать а потом терпеть же от него обидные поражения и все же убив бита их пробирается дальше по уровню где побеждает еще одного мини-босса и самого тонал рина сниму получаем оружие не слишком-то эффективное в бою но без которого мы не сможем собрать некоторые апгрейды следом я тут же вернулся на уровень blizzard buffalo и взял оттуда хер танк а затем решил немного нарушить цепочку прохождения и отправиться на уровень краж кровь фиша где мы находим секретную капсулу ведущую на какую-то странную фабрику пробиваемся вглубь наслаждаясь при этом нереальным 16-битным музоном где узнаем что тем самым загадочным мавериком был вайл которого доплер починил и лучшил он сидит в особом райт арморе модели кенгуру и заявляет что сама эта фабрика представляет из себя одну большую ловушку а сам вайл собирается задержать икса чтобы тот не смог выбраться тут следует отметить что у меня еще нет на этот момент эффективного оружия против файла а значит победив его мы понимаем что нам придется столкнуться с ним еще раз в будущем тем не менее фабрика начинает взрываться и нам предстоит за определенное время успеть ее покинуть что иксу и удается вернувшись в промышленные доки именно их представляет из себя уровень краша кровь фиша мы пробиваемся к подводной лодке выведя из строя которую сталкиваемся с самим боссом который ну вот прям ведет себя как настоящий речной рак главное чтобы он в дотан не играл он атакует нас хвостом при этом отталкиваясь взад и пытается захватить свои клешни чтобы перекусить на две части довольно жесткая атака кстати победив его вы получаем одно из сильнейших оружий в этой игре который еще не раз нас выручит спиннинг блейд является одним из самых топовых и эффективных оружий в третьей части она не только наносит огромный урон так еще и разворачивается как бумеранг а заряженная ульта этого оружия вообще взрыв мозга это оружие можно смело использовать прямиком на уровнях чтобы расчищать себе путь она кстати является слабостью следующего по списку маврика неон тайгера на его уровне также находится аж 3 апгрейда которые мы сможем взять все в первую входку ведь у нас есть оружие туннел райна подбираем 3 сап танк хер танк и элемент брони бластер который позволяет нам выстреливать целой стеной огня ну не знаю своем видео про броники икса я уже говорил что нахожу обычный двойной чаршот 2 брони наиболее эффективным и все же это поможет нам расчищать путь когда противостоять слишком много мобов не он тайгер кстати напоминает neo сигму из предыдущего икса как по движениям так и по стилю боя и даже имена у них чуть-чуть похоже тем не менее с помощью спиннинг блэйд легко побеждаем его и получаем еще одно топовейшее оружие которое даже эффективнее чем лезвие behold ladies and gentlemen рэй сплэшер второе любимое оружие в этой игре которое не только эффективно и против большинства врагов так еще и расходуется медленно я не шучу она действительно является слабостью сразу нескольких боссов в игре почти сразу же отправляемся на уровень gravity битла на котором кстати тоже играет топовый музон и находим на нем вот такую странную капсулу что же это такое и как связано вот с этими платформами нам предстоит выяснить уже совсем скоро собственно уровень жука представляет из себя аэропорт с воздушными кораблями напоминает этап шторм игла только играем мы теперь вечернее время вторая часть уровня также как и уровень шторм игла представляет из себя полет на летающем корабле с последующим сражением с жуком также на уровне мне преградил путь второй член кошмарной полиции доктора доплера по имени байт да мне стоило упомянуть что эти ребята могут напасть на икса в совершенно разных уровнях то есть не факт что вам они повстречаются в каком-то конкретном и все же если у вас мало хп а этих ребят специальных комнатах не будет то можно сказать что однако это лишь оттягивание неизбежного и сразиться с ними нам придется в любом случае так вот в отличие от бита байт не слишком быстрый однако невероятно сильный его удара отнимает прилично так здоровья а вот этот его дэш вообще и запросто убить может помню когда в первый раз проходил дико сгорел на этом боссе особенно с его футболище потолок и стену атаки то еще шоу счастье у нас имеется его слабость угадайте какое оружие правильно рейс-плэшер которым тот побеждается секунд за 10-15 побеждаем его и можем больше не беспокоиться эти два кретина больше нас не побеспокоит ведь мы одолели их при помощи их слабостей по поводу босса если у вас есть рейс-плэшер то этот джук вам даже ничего сделать не успеет гарантирую его оружие кстати довольно специфично выглядит круто но эффективно только против летающих врагов а кто у нас там из омерзительной восьмерки летающий правильно бласт хорнет на этап которого мы отправимся в следующую очередь уровень этого шерсти наживается оружейная фабрика первая часть этапа представлена в виде складов с боеприпасами в неграх то есть в недрах которых при помощи оружия торнедо фэнк находим райт армор модели химера почему я упомянул про модели спросите вы помните когда я нашел ту самую капсулу на уровне gravity битва так вот это было как раз таки одна из четырех моделей райт арморов однако чтобы воспользоваться ей нам нужно было сначала добыть модель химера которая является своеобразной базой для остальных моделей капсулы с ними спрятаны в различных уголках уровней и всего в распоряжении икса будет четыре модели первое это модель химера которую мы только что нашли обычная броня без каких-либо усилений тем не менее может проламывать стены своими ударами далее идет модель кенгуру та же самая что была у вайла по сути это та же химера только заточенная под рукопашный бой имеет на руках острые когти а заряженной атакой способна атаковать на некоторую дистанцию модель лягушка представляет из себя самый неоднозначный вид райт армора из всех что были предназначена для подводных действий и эффективно только под водой передвигается прыжками и выпускает самонаводящиеся торпеды последняя модель является моей любимой в этой части и называется ястреб она может зависать в воздухе и стрелять ракетами доступ к ранее кстати говоря дают те самые платформы многие конечно найдут эту фишку с брониками бесполезный но я же нахожу ее довольно занимательный и как по мне это вносит чуть-чуть разнообразие так вот вернемся к нашему крылатому пидриле шершень на раз убивается гравитационным ядром достаточно лишь выпустить его и наслаждаться тем как того колбасит прямо в воздухе а еще ульту этого оружия можно прибить его к полу и даже мелкие засранцы совсем не помогут ему в общем простора для развлечений будет уйма а с него мы тем не менее получим тоже довольно специфичное но местами полезное оружие паразитик бомб мелких врагов будет обезвреживать на раз и легко сможет сбить чадж blizzard buffalo и вот остался последний маврик с которого мы не только соберем мое любимейшее оружие только еще и апгрейдами затаримся как надо уровень вольт кэтиша представляет из себя электростанцию которая просто тишит врагами я не шучу вы будете ловить фишки практически на каждом шагу и от каждого моба ненавижу блин этот уровень благо на нем есть то что поможет нам используя силу гравитации поднимаемся на бочке в секретный тайник с капсулой доктора лайта и получаем нагрудник 3 брони которая дает иксу энергетический барьер поглощающий часть получаемого урона магоман x3 это как раз таки та самая игра где такой апгрейд ой как пригодится учитывая ненормальное количество врагов на уровнях помимо этого получаем на уровне херд танк и с помощью райт армора пробиваемся к последнему сап танку также на этом уровне находится одна из капсул вайла но поскольку мы с ним уже бились она не будет работать тем не менее босс этого уровня побеждается по такому же принципу что и toxic seahors только другим оружием а вот с него мы уже получим одно из моих самых любимых оружий вообще в x-серии и лично для меня самое полезное оружие в этой части 3а тандер тройной громобой эта способность хороша как в защите так и в нападении расходуется не слишком быстро и способна выручить ситуациях когда враги расположены на уж больно нечестно это оружие создает возле икса поле в виде треугольника которая способна дамажить врагов и поглощать мелкие выстрелы по истечению некоторого времени треугольник развеется и выстрелит молниями в три стороны по своим же углам что тоже может помочь расчистить нам путь а вот ультимейт этого оружия вообще страшное дело икс бьет по земле кулаком что в свою очередь встряхивает все вокруг и уничтожает практически любого статиста моба на экране помимо этого в две стороны от икса пробегут шаровые молнии которые немного почистит за героем если удара было недостаточно также ультимейт этого оружия позволяет нам достать некоторые недостающие апгрейды на уровне тоналрина что еще больше увеличивает годность этой замечательной способности если когда-то на моем канале будет видео про лучшие способности икса то это оружие очевидный кандидат туда итак победив последнего маврика возвращаемся на этап тоналрина и подбираем последний элемент третьей брони в виде шлема перед началом каждого уровня он будет высвечивать нам проекцию карты уровня и мы сможем примерно понять где еще мы не собрали апгрейды так вот пробежавшись по уровням еще раз и собрав все остальные херд танки и райд арморы мы все равно видим что на уровнях кое-что осталось отмеченное знаками вопроса это чипы которые служат для усиления какого-то элемента третьей брони но лучше их не подбирать почему ну кто проходил тот знает а кто не проходил в общем скоро узнаете а теперь вернемся к сюжету где наш любезнейший доктор кайн снова созывает наших бравых ребят на брифинг связи с важной информацией он порылся в остатках поверженных мавриков и узнал что доктор доплер намеренно собирал информацию о силах и способностях реплоидов чтобы поместить их в какое-то новое тело преисполненные решимостью и хорошо подготовленные герои вторгаются на базу доплера в городе допл и прорываясь сквозь отвратительный уровень с множеством неприятных ловушек и врагов встречает на своем пути множество преград одной из таких будет комната с опускающимся потолком и странным механилоидом похожим на цыпленка паршивая ситуация но на помощь придет зеро который задержит потолок пока мы будем лупцевать этого робота интересный факт но если мы тогда слишком сильно поранили зеро то тот бы просто не пошел бы с нами и нам бы пришлось огребать последствия в одиночку люблю вариативность в этой игре а еще на этом уровне мы сможем получить самый секретный и лучший апгрейд в игре который сильно упростит нам процесс прохождения финальных уровней будьте уверены любая помощь будет уместна и это не ходулкин и шурелкин теперь это нечто иное на мой взгляд более полезные в условиях этой игры чтобы получить его нам по классике понадобится собрать все пауэр апы и апгрейды для икса включая райд арморы и элементы брони также нужно иметь в наличии полный лайф бар и ни в коем случае не брать ни один из усилительных чипов для 3 брони помните я уже говорил об этом так вот это важно помните ни слова про чипы чтобы пробиться к тайнику не получив при этом урона можно использовать райд армор который расположен довольно удобно для такого случая секретом тайнике x получает последний апгрейд для 3 брони в свою очередь превращая ее в голд армор это усиление является комбинацией всех четырех чипов которые мы могли найти на уровнях и согласитесь что лучше получить их все и сразу нежели по одному так вот функции gold армора входят двойной air dash как вперед так и вверх улучшенный золотой барьер который впитывает больше урона режим гипер драйва который копится от получаемого урона и дает возможность на некоторое время стрелять только чат шотами но самое классное что есть в этом обличии так это возможность почти в любой момент регенерировать лайф бар а если бар заполнен то будут заполняться сап танки что просто нереально круто и сильно поможет ведь сап танки нам ой как пригодятся с новым апгрейдом идем в конец уровня где сражаемся с боссом в виде мусорного робота который побеждается опять же рейсплэшером но это просто не способность а какая-то машина для убийств серьезно на втором этапе базы доплера нас будет ждать вайл в новом как он сам говорит самым сильным райт арморе модели голиаф однако осуществить свой замысел у него конечно же не получится иксы в этот раз легко побеждает только теперь окончательно больше в этой части мы его не увидим причем следует отметить что вайл в отличие от бит и байта больше всего горел желанием найти икса в итоге же он отсиживался в какой-то подземной базе ожидая что икс сам его отыщет в то время как бит и байт самолично разыскивали нашего героя вот уж ленивая задница то на третьем этапе базы доплера нас ждут стандартные для серии рефайты с боссами и встреча с самим доктором который не погнушается пригласить на свою компанию потому что искренне заинтересован как такая древняя машина может таить себе столь мощные силы икс конечно же отказывается на что доктор обещает что убьет его а позже починит уже в качестве одного из тел для сигмы происходит бой в котором я когда-то не сразу понял что нужно делать доктор простой противник если знать как с ним бороться дело в том что он может переводить полученный урон себе в здоровье если конечно атаковать его когда тот подрубает вот это вот поле бить его нужно тогда когда тот находится в анимации атаки и только тогда потому что чем больше мы нанесем ему урона в этом поле тем больше здоровья тот восстановит иксу удается одержать вверх и побежденный доктор внезапно приходит в себя и раскаивается оказывается что в ходе своих исследований тот выяснил что истинная форма сигмы это компьютерный вирус способный заражать реплоидов доктор доплер пытался понять как его победить и разрабатывал антивирус однако сам же заразился и стал одним из подчиненных сигмы вынуждены конструировать ему новое тело доплер просит остановить сигму пока тот не добрался до своего нового непобедимого тела и говорит что она находится в подвале его лаборатории x спешит на последнюю битву и встречается зеро который желает ему удачи не волнуйтесь зеро еще появится и проявит себя ну а мы должны подниматься до самого верха где выясняем что уже опоздали сигма завладел своим новым телом и не планирует на этом останавливаться он знает что в потенциале тело икса гораздо больше подходит ему а потому тот собирается сначала убить его а затем и заразить своим вирусом забрав тело начинается не самый легкий бой в этой игре сигма будет наносить много урона своим огнеметом в то время как сам будет защищен щитом проще всего будет использовать спиннинг блэйд который является слабостью его первой формы я сказал первой формы ну да конечно это ведь сигма после победы над его первой формой свет гаснет и мы видим два угрожающих светящийся глаза в темноте а затем понимаем в какую жопу мы сейчас попали особенно после того как сигма начинает бесоваться по поводу своего нового непобедимого тела и что он такой умный будет возвращаться снова и снова становясь сильнее и сильнее пока не достанет нас и вот перед нами предстает кайзер сигма ультимативное боевое тело которое является сложнейшим боссом в игре помню когда проходил это в первый раз я даже не знал как по нему попасть а времени на раздумья он нам вообще не оставляет сигма будет осыпать наш квалом ракет и бомб в то время как сам медленно перемещается по комнате усложняя процесс попадания по нему вдогонку он может вжарить огромными лазерами из своих пушек на руках они наносят бешеный урон чтобы попасть в него потребуется стрелять от стены выше уровня его головы и если у вас нету сабли zero о которой мы еще поговорим то рекомендую использовать режим гипер драйва золотой брони он позволит обстреливать сигму не тратя при этом времени на подзарядку но использовать его нужно с умом ибо даже он не бесконечный если он вдруг закончится то можете не переживать под таким уроном по иксу и натиском он накопится очень быстро тем не менее побеждая его икс все еще не победил появляется вирус сигмы который грозится заразить тело икса чтобы захватить власть над ним проходим последние испытания виде классического подъема лавы и забредаем в тупик только сигма уже хотел праздновать победу как вдруг появляется зеро который отыскал доктора доплера и нанес его антивирусную программу на свой меч да доктор доплер действительно смог изобрести антивирус зеро насмехается над угасающим сигмой и говорит иксу что пора сваливать что наши охотники и делают и вот наблюдая за разрушением города доплала на фоне заката икс и зеро празднует свою победу нам вновь дают пищу для размышлений виде философского текста повестка дня на этот раз является то что в глубине души икс задается вопросом что же подготовила для него судьба он еще не знал что чтобы выполнить свое предназначение ему придется когда-то убить своего лучшего друга зеро который я напомню является последним творением доктора вайли чтобы спасти человечество он должен уничтожить зеро судьба икса была уже предрешена однако на самом деле такие сильные личности как он никогда на нее не полагаются а потому все закончится совсем не так плачевно как должно быть но до этого еще очень далеко а война тем не менее продолжилась и так вот мы и подошли к завершению нашего пересказа сюжета не спешите расходиться ибо осталось еще много интересного начнем пожалуй с титров которые на порядок лучше чем в прошлой части наши ребятки бегут на фоне красивого города с начальной заставки под душевный музон который кстати сильно запал мне в душу а нам по традиции приводит уровни сил противников в игре где мы можем узнать о параметрах силы и скорости каждого босса и это довольно занимательно лично для меня вон у кайзер сигмы просто что-то одного со статами происходит но самым интересным здесь остается то что уровне силы икса и зеро сокрыта под знаками вопроса также как и в предыдущих частях в одном из своих первых видео я упоминал что это скорее всего не совсем попытка скрыть их уровень силы они возможность определить постоянный виду того что они все время меняются из-за потенциала который вложен в этих двоих в частности в икса дело в том что икс и зеро постоянно почти с каждым боем становится все сильнее а потому определить постоянный уровень силы у них невозможно в то время как остальные роботы этого потенциала лишены и уже не смогут стать сильнее своего нынешнего уровня про вирус сигмы могу сказать лишь то что наверное сложно определить силу и скорость объекта у которого даже нету физического тела и кстати лично у меня всегда мурашки покажу шли от того как разработчики отсылаются к игроку в титрах ну capcom просто душки ничего не скажешь было честью проходить вашу игру несмотря на ее просто жопораздирающую сложность кстати говоря в 32-битных версиях присутствует довольно много фишек которых нет в 16-битный например анимированное интро где есть камео злодеев из предыдущих частей а также зеро здесь крутой ну впрочем как и всегда также анимированные интро имеются и у каждого из омерзительной восьмерки и все это сопровождается музыкой интродукции роботов-мастеров из классического мегамена сиди версиях игр музыкальной темой данной игры была песня в исполнении котона шибуя которая называется one more time поскольку я знакомился именно с 16-битной версии данной игры я конечно же упустил эти моменты с музыкой и все же в современных сборниках по типу legacy collection вы эти песни уже не услышите ибо авторские права сильнее всего что есть на этом свете даже законов физики даже кайзер сигмы также в титрах играл другая песенка которая называлась были я никому не собираюсь ничего навязывать но лично я предпочитаю веселый и душевный 16-битный саундтрек обновленному 32-битным впрочем такая же ситуация как и с игрой sonic 3d blast однако могу сказать наверняка что саундтрек 3 части лично мне заполнился гораздо лучше чем 2 такое ощущение что они там вот реально решили выжить напоследок все соки и snes чтобы так сказать уйти красиво и им это точно удалось лично мне навсегда запали в душу осты интро уровня уровня gravity битва уровня вайла краш кровь и ша и титров также следует вернуться к теме вариативности в данной игре представьте себе что ее сильно улучшили по сравнению с предыдущими играми серии например если мы не станем убивать членов кошмарной полиции доктора доплера то вместо мусорного робота на первом этапе его лаборатории мы будем сражаться с фьюженом битой байта который носит имя год кар машин о и нари побеждается вы наверное уже сами догадались рейс-плэшером если же мы все-таки уничтожили вайла на фабрике то вместо него будем сражаться с огромной медузой да и сам второй уровень базы доктора заметно усложниться также мы можем получить самое наилучшее и сильнейшее оружие в игре но для этого нам придется в нужный момент пожертвовать zero не волнуйтесь он в любом случае выживет и отправить чиниться но его поддержка в этой игре поистине бесценна а потому без помощи он нас даже тогда не оставит и отдаст свою лучевую саблю которая в руках икса по иронии будет сильнее чем у самого ее хозяина да икс пользовался лучевой сабли еще задолго до событий икс 6 сама же сабли является сильнейшим оружием в игре в отличие от zero икс способен атаковать ей на дистанцию выпуская мощный слэш который тут же ваншотит обычных противников и убивает любого босса с двух-трех попаданий что на самом деле просто нереально проблема заключается лишь в том что у нее довольно длинная анимация и попасть с нее например по башке кайзер сигме нужно очень сильно постараться от этого кстати меняется и концовка но только в том плане что вместо zero сигма обезвредит доктор доплер который ведет свое тело антивирус создав тем самым ловушку для вируса сигмы и окончательно раскаившись своих злодеяниях запустит режим саму уничтожения как по мне эта концовка тоже имеет место и в этой игре нет ни хорошего ни плохого конца но лично я все же считаю за канон ту где zero был с нами до самого конца но вот в целом и все я впрочем рассказал что хотел об этой замечательной хоть и сложной игре и в завершении хотелось бы отметить довольно забавный факт что делать футажи для x3 было гораздо легче чем для x2 хоть и текст для этого видео занял у меня очень много времени и рождался буквально в муках хотя я ожидал что записью геймплей x3 я буду мучиться аки чиновник в аду но как ни странно этот обзор соскочил с моих рук словно блин с хорошей сковороды также стоит отметить что мы с вами вместе завершили 16 битную трилогию и с честью можем вступить на некс ген все же мы наконец дошли до самого интересного скором времени на моем канале появится очередной выпуск по старинке посвященный megaman x4 моей самой первой игре по франшизе megaman это игре в которой прошло мое позднее детство уверяю вас что ролик по ней получится гораздо больше и увлекательнее чем этот ведь мне действительно есть что рассказать о части которая для меня до сих пор является самой лучшей и душевной в серии но придется немного подождать а пока что спасибо за просмотр надеюсь что ролик вам понравился ведь эта игра действительно того стоит многие наверняка думали что я смешаю эту часть с дерьмом и заклеймию худшей в первой трилогии но нет я не ставлю свои задачи орать матом и обсирать каждый косяк в играх особенно если эти игры на самом деле хорошие и даже наполовину не заслужили того хейта который льется в их сторону кстати говоря многие наверное подумают что я по какой-то причине не люблю x7 да нет же это тоже неплохая игра со своими плюсами и минусами просто так уж получилось что из всех остальных в седьмую часть я играл меньше всего наверное потому что восьмая часть полностью перебила мой интерес к ней тогда так ладно этот ролик уже и так затянулся а потому мне осталось только попрощаться с вами но конечно же на время а пока что рекомендую поддержать мой ролик лайком комментом кому что и возможно добавить что-то что я упустила потому что очевидно что я что-то упустил информации то очень много ну а с вами был вандерфилд я как обычно за сим отклоняюсь пока что а